Вяжут, 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 распускают Вяжут, 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 распускают Всем привет! Мы начинаем с вами вязание свитера Сейчас я его назвала для себя папин свитер Я хочу, чтобы он был объемный, простой Чтобы с ним справился любой практически новичок Поэтому, что делаю я? Я выбрала пряжу Бриджит от Лана Гросса Мохнатенькая, красивая По ощущениям кажется, что она тонкая И нужно будет долго вязать Но это не так Производитель рекомендует вообще брать спицы От пяти с половиной до шести Так как я вяжу довольно свободно Я беру спицы пять Чтобы все это потом не рыхло смотрелось Я уже связала образец Уже его постирала Вот что у меня получилось Мохнатенькая, красивая, солнечная Вот такая штучка Обязательно стирайте, сушите Если вы уже давно вяжете То, например, я, честно скажу, не всегда так делаю Но всем рекомендую обязательно Сновываться на своих параметрах того, как вы вяжете У всех разные руки, разные спицы, разная пряжа Пряжу можете брать любую Но если повторяете за мной, то точно так же Плотность у нас может отличаться Я об этом предупреждаю В моем случае совпала информация на этикетке С тем, что у меня получилось в итоге Производитель говорит, что у нас в 10 сантиметрах 17 петель И у меня так и оказалось На постиранном высушенном образце У меня оказалось 17 петель в 10 сантиметрах Поэтому я буду на это и основываться И я сделала уже расчеты нашего папиного свитера Это будут спицы номер 5 Очень удобно помечать в такую тетрадь Делать образцы, оставлять их здесь Прикреплять с этикетками Потом можно будет всегда заглянуть И вспомнить, что вы тут вязали В данном случае я хочу большой объемный свитер И это у нас 63 сантиметра по переду И 63 сантиметра по спинке Значит диаметре у нас 126 сантиметров Свитер у нас бесшовный Поэтому мы, сделав расчеты Поняв, что в 10 сантиметрах у нас 17 петель Мы поняли, что в 1 сантиметре 1,7 петель Мы эти измерения не округляем ни в коем случае И 126 сантиметров мы умножаем на 1,7 У нас получается 214,2 Вот здесь уже можно округлить В любую сторону, в какую вам удобно Я люблю в четную сторону округлять То есть не 215, а 214 петель Мы по итогу набираем на округовые спицы У меня пока дилемма Будет ли резинка внизу Или пряжа довольно интересно тебя повела Не закручивается Или может быть сделать его вот таким ровным Я думаю, что мы все-таки используем резинку Я даже вот здесь вот нарисовала Видите, я хочу такие довольно узорчатые у нас рукава И большой бород, в который можно будет кутаться Резинка по низу Поэтому мы сделаем резинку И резинку мы набираем на спицы меньшего диаметра Не обязательно это уже делать в образце Потому что мы знаем, что резинка вытягивается у нас Но чтобы она по итогу не растянулась И не была больше основного полотна Вот так вот, такой юбочкой То мы возьмем спицы меньше Я буду вязать свитер на спицах 5 А для резинки использовать спицы 4 Поэтому нам сейчас нужна длинная леска И спицы номер 4 Мы берем нашу ниточку Довольно длинную Отматываем в сторону Чтобы ее хватило на весь наборный ряд Я буду делать его одинарным Не буду двойную нить использовать, чтобы не утолщать А как-то наоборот облегчить низ И мы начинаем вязать привычное наше складывание Здесь у нас кончик идет Огибает большой и указательный палец Сжимаем И на одну спицу Не надо на две Мы на одну спицу набираем Мы первую петлю делаем вот таким образом Просто она у нас скрученная получается То есть никакого узла не должно образовываться Вставили сзади петлю И прокрутили ладонь И далее набираем 214 петель Оттягиваем вниз И простой наш наборный край Повторюсь, кто может быть впервые вяжет Мы оттягиваем вниз У нас образуется петелька Около большого и около указательного пальца Снизу вот так вот Проводим в эту петлю И вынимаем нить с указательного пальца Вынули и затянули Здесь не надо ничего туго затягивать Все довольно свободно Комфортно Чтобы все это двигалось комфортно По спице Чтобы ничего не застревало Я набрала 107 петель Это по идее ровно половина Но есть один момент Так как мы вяжем с вами резинкой 2х2 То нам нужно, чтобы она хорошо сходилась И для этого нам нужно с вами Количество петель, которое у нас будет 214 поделить на 2 У нас получается 107 И здесь должно быть у нас четное количество В таком случае у нас сойдутся с вами вот эта резинка То есть лицевая и изнаночная Лицевая и изнаночная И если мы начали с лицевой, то закончится на изнаночной стороне Поэтому я предлагаю 2 петельки вычесть И сделать набор первого ряда 212 петель Тогда у нас будет как раз четное количество Чтобы не путаться Мы помечаем Что мы делаем 212 петель Напишу даже делится на 4 Здесь будет понятно И тогда у нас на 106 петельке будет центр Я даже вот так одну сниму Так как это было 107 Я одну сниму И вешаю сюда маркер Для того, чтобы пометить нашу середину Проще считать в таком случае Мы с вами не должны сейчас продолжать 107, 108 Мы знаем, что здесь 106 петель И продолжаем набирать оставшиеся 106 петель Вот так мы с вами набрали 212 петель Вам будет казаться, что этого мало Это нормально для наборного края Теперь важно сомкнуть в круг Для этого мы с вами распределяем Весь наборный край От начала одной спицы до другой И пожалуйста, обратите внимание На то, чтобы не перекрутить Наш наборный край Потому что это исправить практически невозможно То есть мы начиная от этого края Внизу смотрим вот эту у нас наборную косичку Мы его продлеваем, продлеваем до конца Так, чтобы он у нас нигде не перекрутился Проверяем И мы готовы сомкнуть изделие в круг Изнаночный ряд Он у нас вот такой Такие здесь столбики Вот здесь у нас лицевой Здесь гладкие такие вот полосочки внизу Мы изнанкой поворачиваем к себе И вот эта рабочая нить Длинная, которая идет от клубка Остается у нас вот так лежать Повернули к себе изнанкой Проверили снова наш наборный край Чтобы он нигде не перекрутился Подставили спицу Точно так же вот здесь Лицевая у нас сторона на этой спице И если мы вот эту повернем друг к другу Точно так же лицевая сторона Рабочую ниточку Откладываем вот так в сторонку И продолжаем Замыкаем вязание в круг Мы вешаем снова маркер Обозначающий начало нашего ряда И теперь мы вяжем резинкой 2х2 Значит 2 лицевые, 2 изнаночные Постарайтесь не запутаться И продолжая, когда заканчиваем в конце ряда Продолжаем и так далее И так далее Пока не выполним резинку Нужной нам длины Начнем с лицевых 2 лицевые После наборного края Практически сразу увеличится полотно И будет не так сложно Передвигать его по спицам Или же если вам некомфортно Возьмите леску более маленькой длины Скажу вам, чтобы вы не ошибились На середине у вас должно закончиться Двумя лицевыми И начать с Следующую середину Вы должны с 2 изнаночных Тогда как раз Если вы начали ряд с 2 лицевых Вы придете в итоге К 2 изнаночным И все закольцуется Продолжаем мы вязать наш свитер У меня вот здесь От начала резинки И до петель на спицах 50 сантиметров Получается это расстояние От подмышки и вниз Тут уже можно регулировать Самостоятельно длину Какую вы хотите Я люблю, когда свитер длинный Большой И так как в данном случае Он практически оверсайз будет То 50 мне показалось достаточно Сейчас нам нужно сделать Проймы И продолжать вязание спинки И переда Отдельно Для этого нужен Либо новый моток Либо в центре мотка Который вы уже используете Нужно найти нить Которую вы возьмете Для вязания Спинки допустим А перед будете Вязать той же рабочей нитью Но изначально мы закроем проймы Проймы у нас обычно около Ну 6-5 сантиметров Вот так на глаз Есть несколько вариантов Провязывания пройм Можно снять петли На рабочую спицу На какую-то булавку И потом их трикотажным швом заделать Но так как у нас будет пришивной рукав И сам рукав тоже скорее всего Будет вязаться Не без швов А именно со швом То скорее всего я просто закрою эти петли И мне кажется так будет удобнее Я думаю что 6 петель мне хватит То есть я дохожу до начала ряда Не провязав 3 петли И эти 3 петли Я закрываю стандартным способом Провязывая 2 вместе И возвращая обратно И снова 2 вместе И возвращая обратно Наш маркер обозначающий начало ряда Мы оставим То есть мы провязали сейчас 2 Закрыли петли Теперь 3 4 5 6 Закрыли наши петли Маркер можно повесить Вот здесь на подрез И собственно Не затягивайте Эти петли Которые вы закрываете Пусть здесь будет Не стянуто все Вашими закрытыми петлями Поэтому дальше Я продолжаю вязать До второго маркера Который обозначает у нас Ровно половину Точно так же Закрываю 6 петель Вот здесь Когда мы дошли До второго подреза Я провязала его Той же рабочей нитью В принципе можно было Взять новую нить Уже из центра клубка Но я провязала его Рабочей нитью И в таком случае Если вы тоже так сделали То уже доходите До конца До подреза первого Потом возвращайтесь По изнанке Этой же нитью И уже на моменте Перехода К переду Вот здесь Цепляйте На изнаночный ряд Новую нить И далее Вяжите Двумя разными Итак Мы практически Закончили Вязание От подреза До плеча Нам нужно Сделать сейчас Какие-то расчеты Для того Чтобы понять Сколько Вязать Вообще Вот это Расстояние Можно использовать Какую-то Похожую Вещь Приложить Ее Вот у меня Подрез И здесь Заканчивается В моем случае Эта длина У меня Занимает 20 сантиметров Даже 21 Наверное Сантиметр Помимо Этого расчета Нам нужно Понять Сколько петель Мы хотим Связать На воротник Я выбрала 76 петель Во-первых Не забывайте Что это число Должно быть Кратное 4 Для того Чтобы связалась Резинка 2 на 2 И Это число Вы можете Померить По Нижней резинке Проверьте Так Чтобы Она продевалась Через вашу голову Да Если вы Все повторяете За мной Берите Тоже 76 Петель Когда мы Определились Что мы будем Вязать 76 петель Воротник Нам нужно Теперь Разделенные Наши Перед И спинку Немного Пометить Маркерами Чтобы Понимать Где Сейчас Мы будем Закрывать Плечи А где Будем Вязать Этот Воротник Вот У меня Здесь Есть Такая Подсказка 76 Петель Разделить На 2 Это У нас 38 Петель Которые Будут У нас По Центру Переда И По Центру Спинки Здесь Я делила Еще На 2 Чтобы Когда Я Обозначила Середину Переда И спинки Отсчитать 19 В эту Сторону И 19 В эту Сторону Мне было Так Намного Проще Так Как У нас Было На спицах 214 Петель Из них 12 Петель Ушло На Подрез То У нас Получается По 101 Петле Напереди И На Спинке Поэтому Когда Мы сделали С вами Вот эти Расчеты Посчитали Нам Теперь Нужно Понять Что У нас На Плечо 31 31 Петля На Ворот 38 Петель На Второе Плечо 31 Петля И Еще Одна Вот Эта Петелька Куда То Должна Поместиться В Любое Плечо Мы Ее Помещаем Воротник Не стоит Потому что Там Собьется Наше Число Кратное Четырем Поэтому В любое Плечо И мы Закроем Это Незаметно Итак Теперь Когда у нас Провязан Лицевой ряд И по идее Сейчас мы должны На Изнанку Уже Перемещаться И у нас Повешены Все маркеры Что мы Делаем Мы сейчас Закроем Наши Плечи Закроем Сразу На спицах Не будем Ничего Сшивать Все Сделаем Элементарно Для этого Выворачиваем Свитер На Изнанку И получается У нас Есть Петли Переда Петли Спинки Которые Мы должны Сейчас Закрыть Я беру Спицу Еще Одну Левую Спицу Сдвигаю Петли К боку И Закрываю Наши Петли Таким же способом Как всегда Провязываю Две И Полученную Петельку Возвращаю На спицы Но Вот эти Провязываю Две Это у нас Означает Четыре Потому что Мы берем Две петли Здесь И Две петли Здесь И Нашу Рабочую Нить Мы Просовываем И через Дальние Петли И Через Передние Обязательно Смотрите И потом Их снимаем Смотрите Чтобы Никакие Петли У нас Не Соскочили Теперь У нас Будет По Одной Петельке Одна Здесь Одна На Последней Спице И Точно Так же Просовываем Нашу Рабочую Нить Сюда И Сюда И Снимаем Две Петли Возвращаем Ее И Дальше Закрываем Просовывая Спицу На Переднюю На Заднюю Возвращаем Возвращаем И в саму Вот эту Петлю Дальше Повторяем Все Так же Вернули Получившуюся Петельку Просунули Спицу В переднюю В заднюю И Вернули Сняв Петлю Сюда Получается Наша Рабочая Нить Проходит Через Три Петли Таким Образом Мы Закрываем Наши Плечи Когда у Нас Появится Вот эта Единичная Петелька Мы ее Просто Напросто Провязываем Вместе С какой-то Под конец Таким образом Мы Заканчиваем Вязание Нашего Тела И будем Приступать К вязанию Воротника А потом Уже Рукавов И момент Такой Не затягивайте Здесь Очень сильно Потому что Вообще Вот этот Способ Закрытия Он довольно Тугой Чтобы Плечи У нас Тут Не Скукожились Сильно Не Затягивайте Закрываем Здесь Закрываем С другой Стороны И Продолжаем Вязание Воротника Сажая Его На Спицы Укороченные Такими Которыми Мы Обычно Вяжем Шапку И Вяжем Просто Высоту Такой Высоты Какую Вы Хотите Резинкой 2 На 2 Если Вдруг У вас Не Получается Закрывать Таким Способом Вы Мучаетесь Путаетесь Возьмите И Закройте Каждое Плечо Отдельно А потом Просто Шейте И Все Не Мучайтесь Не Злитесь Что У вас Не Получается Либо Разберитесь Я всегда Говорю Надо Просто Много Много Раз Попробовать Это То же Самое Что Закрывать Обычное Вязание Только Сразу С Двух Спиц У нас Буквально Мы Делаем Те же Самые Действия Но Добавляется Всего Одна Еще Петелька Которую Надо Присоединить К Нашему Процессу Последняя Петелька Которая У нас Образовалась Она У нас Лишняя Поэтому Мы Провязываем Одну Петлю С Воротника И Возвращаем Ее Обратно Таким Образом У нас Тут Все Провязалось Мы Оставляем Это И Теперь Нам Нужно Повернуть Наши Спицы Так Чтобы Мы Могли Закрыть С Другой Стороны Потому Что Сейчас Не Удобно Закрывать Либо Мы Должны В целом Я Так Скорее Всего Сделаю Я Сейчас Спицы Воротника Уже Перекину На Эту Другую Короткую Леску А Тогда Уже Плечо Закрою И Когда У нас Остаются Петельки Для Воротника Мы Их Рассчитали Я Вяжу Резинкой 2х2 Вот видите Я очень Высокий Воротник Связала Для того Чтобы Его Можно Было Подгибать Вот Аж Три Раза И он Прям Такой Как Закрою Закрыв Закрыв Иглой Это Важно У меня Есть В других Мастер Классах Закрытие Иглой Но Здесь Я Применила Обычное Теперь Мне Хочется Поэкспериментировать С нашими Рукавами Мне Хочется Их Сделать Очень Насыщенными Узорами Разными Я думаю Про косы Косы Очень Необычно Смотрится Вот В такой Пряже Она Пушистая Они Будут Не Сильно Выделяться Но Они Придадут Такую Структурность Полотну И так Как У нас Полностью Да Простой Простой Получается Свитер То Такие Массивно Загруженные Узорами Рукава Они сделают Свитер Необычным Для того Чтобы Это Получилось Во-первых Рукава Должны быть Широкие Что у нас В принципе Здесь и есть Но Зная Что Косы Наши Сжирают Сжимают Ужимают Наше полотно Нам нужно Набрать На спицы Больше Петель Чем Положено Если бы Мы набирали Просто Петли Поднимали Для рукава Мы бы Брали Из наших Кромочных Петель По Принципу Вот Да Мы видим Здесь Такая Косичка Вот она И у нее Две стенки Мы бы Брали Одну стенку Вывязывали Петлю Вторую стенку Вывязывали Петлю А здесь Мы вязали Только Одну И опять Одна Два То есть Из одной Петельки Кромочной Мы вывязывали Две Петли Для рукава А из второй Только одну Получается В полтора Раза Как бы мы Увеличивали Количество Петель На руках Сейчас же Мне кажется Имеет смысл В два Раза Увеличить Количество Петель Для того Чтобы потом Наш узор Не сжал Наше полотно Так как Это будут косы Я еще не могу Никак Понять Какие Скорее всего Это будут Тройные косы Но Не прям Одна за другой Одна за другой А я думаю Что Вот Как бы Коса Вот такая Тройная Потом Какое-то Количество Петель Я даже Не знаю Может быть И лицевых Оставить Можно Изнаночных В общем Надо Поэкспериментировать Но для начала Мы наберем Эти петли Мне нужна Длинная Длинная леска Мне нужна Спица Те же Что мы вязали Основное полотно И мы Собственно Поднимаем Петли По Нашему Рукаву Так как Я сказала Подрез Мы здесь Каждую Петельку Поднимаем Потом Здесь В каждую То есть За каждую Стенку Поднимаем Петлю И Мы будем Вязать Способом Magic Loop Воздушная Магическая Петля Вот мы Кладем Вот так Наши рукава Начинаем Набор Отсюда Вот я буду Поднимать Ввязывая Новую Ниточку Набираю Далее У нас Здесь Набранные Петли Пропускаю Через Набранные Петли Нашу Леску И Оставляю Вот этот Второй Край Нашей Спицы Здесь Так Вот Как бы Держаться И далее Набираю Здесь И у нас Получается Набранный Рукав Набираю Здесь И разворачивая Спицу Набираю Здесь И у нас Получается Вот Так Вот Здесь У нас Будут Две Наши Спицы Здесь Набранный Рукав Здесь Набранный Рукав И С боков Мы немножко Подвытиним Леску Так Чтобы у нас Вот тут Все сжалось И Останутся Петельки На спицах И будем Вязать Таким Способом Наши рукава Вот Что у нас Получается И что я имела ввиду Про этот Мэджик Клуб Все Как я Объясняла Вот у нас Спица Набранный Перед Рукава Зад Рукава И уже Другим Мотком Естественно Двумя Разными Мотками Мы вяжем Два Рукава Чтобы они У нас Не были Склеены Между Собой И Здесь Уже Вот так Вот Набрано Примерно Получилось У меня По 90 От 87 До 90 Петель Почему так Потому что Когда набираешь Из кромочных Может немножко Разниться Это число И мы его Подкорректируем Скорее всего В большую Сторону За счет Опять же Узоров Но Я сейчас Продумаю И все Вам Расскажу Итак Я решила Делать Косы По Внешним Сторонам Рукава Будут Две Такие Объемные Косы Из Трех Элементов Это Когда Вот у вас Есть Три Элемента Вы сначала Один Перекидываете А вот этот Оставляете А потом Этот Перекидываете Собственно Так как мы Плетем Обычную С вами Косичку Они Будут Отделены Друг от друга И от Основного Полотна Из лицевых Петель Двумя Изнаночными Петельками Подправить Количество Петель Мы сможем Уже В процессе То что Сейчас Оно Разнится Немножко Отличается У меня На одном Рукаве Чут 87 На другом 90 Мы потом Все это Подправим Ничего Страшного То есть Оно Отличается Но нам Нужны Маркеры Чтобы Обозначить Вот здесь Изнаночная Петелька Самая Близкая К Петле Следите За тем Чтобы Вот эти Петельки Выходили Ровно Из того Места Где У вас Плечевой Шов Иначе У вас Узоры Сместятся Мы Обозначаем С этой Стороны Эту Петельку Одна У нас Будет И с другой Стороны Одна Это Обозначение Вот этих Изнаночных Которые Будут Отделять Собственно Саму Косичку И далее У нас Такая Обширная Будет Коса Мне кажется Сейчас Посмотрим Из 4 Я думала Можно Вообще Из 5 Давайте Попробуем Из 5 Она будет Такая Мощная То есть 15 Петель Нам Нужно Отделить Здесь 5 5 И 5 Ставим Маркер То есть 15 Петель На косу Мы Отделили С одной Стороны Далее У нас Еще 2 Петельки Изнаночные Не забываем Про это Тоже Отделяем Ставим Маркер Ну Чтобы Просто Все Это Не забыть Потом В процессе Можно Будет Избавиться От Маркеров Где Вы Все Это Поймете Здесь Точно Так Ж С другой Стороны 5 5 5 15 И 2 Петельки Снова Точно Так Ж Мы Отделяем Все Остальные Петли Мы Потом В процессе Я посчитаю И уравняю Либо Где-то Сделаю Убавки Либо Где-то Прибавлю Эти Крайние Мы Трогать С вами Не будем То То же самое Делаем С этой Стороны Проверяем Чтобы У нас Спица Ой Петля Из лески Выходила Именно Из плечевого Шва Все так и есть И обозначаем Одна Петелька Это Изнаночная У нас Будет Потом Одна С этой Стороны Точно Так же Изнаночная Тут 15 Далее 5 5 5 И 2 Изнаночные И Так же С этой стороны И Еще Один Маркер Вешаем Вот здесь Что-то у меня не осталось Маркеров Я запомню Это Все Теперь мы вяжем По рисунку Подсчитываем Эти петли И где-то Убавляем А где-то Прибавляем Итак Вот что у нас Получилось У нас Вот наши Рукава У нас Сначала Идет 26 Лицевых Петель Потом 2 Изнаночных 15 Лицевых На Узоры Одна Изнаночная И другая Сторона Точно Так же Зеркальная Практически Одна Изнаночная 15 Лицевых 2 Изнаночных 25 Лицевых И на Следующем Рукаве Я чуть-чуть Подправила Вот здесь У меня Где должно быть 25 Было Чуть больше Я просто-напросто Провязала Убавками Там Три раза По-моему И получилось Так же 25 2 15 1 1 15 2 26 Итак Как вы Помните На наших Расчетах На моих Расчетах В самом Начале Были Очень Такие Узорчатые Рукава Это Папин Свитер Да Я его Назвала Но Хотела Акцентировать Рукава Такими Мамиными Вот Сделать И Хотела Очень много Здесь Сделать Кос Но По итогу Я сделала Здесь Две Косы Такой Погон У нас Из Кос Ну Погон Здесь Был Но Он Именно По Рукаву У нас Идет Вот Смотрится Конечно Красиво Очень И Мне Нравится Но Довольно Это Мелкая Такая Работа С Этой Волосатой Тонкой Пряжей Делать Эти Косы Очень И Очень Непросто Поэтому Собственно У меня И затормозилась Вся Эта Работа Но Так Как Я Безумно Хочу Закончить Все Таки Этот Свитер Потому Что Я От Него В Восторге Вот То Мы С Вами Все Продолжим И Так Ну Что Ж Я Вам Покажу Ряд С Тем Как Ж Мы Создаем Такую Косу Она Создается Как Самая Обычная Коса Которой Мы Плетем Волосы То Одну Штуку Перекинули Вторую Штуку Там Закинули И Собственно Прям Получилась Настоящая Косичка Перехлесты Эти Происходят Один Раз У меня Лично В пять Рядов Я Это Делаю И Обязательно Нам Понадобится С вами Дополнительная Спица В данном Случае Без Нее Не Обойтись Любая Спица Подходящего Диаметра Нам Нужна Итак Мы Доходим До Нашей Косы И Начинаем Нашу Махинацию Вот мы Видим Сейчас Что Ну Так как Если вы Сначала Начинаете У вас Будет Просто Здесь 15 Лицевых Петелек Вы Перед Этими Петельками Обязательно Две Изнаночные Да И Далее Первые Пять Петелек Вы Снимаете На Нашу Спицу Перед Работой Вот Пять Петелек Я их Сняла И Оставила И Вяжу Следующие Пять Петелек Как Как Ни В Чем Не Бывало Раз Два Три Четыре Пять Теперь Провязываю Пять Петелек С Нашей Спицы С Который Мы Сейчас Их Сняли Их Провязываем Ну Собственно И Все И Теперь Мы С Вами Провязываем Оставшиеся Нетронутые Пять Петель Которые Мы Тронем Только Через Пять Рядов Я Вам Точно Так Ж Это Покажу Последняя У нас Изнаночная Здесь Потом Я Уже Вынула Петлю Из Лески И Получается У нас Вот Этот Перехлест Мы Его Повторяем Еще Три Раза Собственно В этом Рукаве Да У нас Еще Есть Коса И Две Косы В Другом Рукаве Петля И Спица Это Вот Это Петля Из Лески Это То Что Я Имела Ввиду Это Вот То Что Я Делаю Это Наш Способ Magic Loop Который Мы Используем При Одновременном Вязании Двух Элементов Одинаковых И Снова Мы Переходим На Этот Же Рукав Вывязываем Его С Другой Стороны Но Повторяем Все Точно Так же Первые 5 Петель Сняли И Отложили Продолжаем Вязание Раз Два Три Четыре Пять Возвращаем Вот Видите У нас Происходит Раз И Вот Это Плетение Вот Оно Происходит За счет Того Что Мы Перекинули Перед Работой Эти 5 Петель В Следующий Раз Когда Нам Нужно Будет Делать Следую Плетение Вы Увидите Что Мы Перекидываем Уже Не Эти А Следующие 5 Петель И Перекидываем Их За Работой Чтобы Сплести Но Я Вам Покажу Сейчас Мы То же Самое Повторяем С Другим Рукавом И Далее Просто 5 Рядов Мы Вяжем По Рисунку Ничего Не Перекидываем Кстати Говоря Плотность Самой Вот Этой Косички Которая У нас Образуется Плотность В том Плотность Как Часто Вы будете Это Перекидывать Да Вы Регулируете Сами Не Обязательно Это делать Каждые 5 рядов Можно 10 Каждые 10 рядов И тогда У вас Будет Она Такая Более Расслабленная Я бы Так Сказала Русская Коса Это Чем Чаще Тем Вот Она Плотнее Гуще Но Например В следующем Ряду Мы Просто Не Сможем Это Сделать Потому Что Петли Вот Здесь Очень Туго Сейчас Натянуты И Мы Можем Их Расслабить Только За счет Вот Этих Пяти Рядов Важнейший Момент Важнейший Момент Я еще Рекомендую Не сразу Начать Переплетение Не в первом же Ряду А чуть-чуть Тоже Здесь Воздуха Дать Можно Пять рядов Сначала Пропустить Пять Провязать Ничего Не меняя Вот эти Пятнадцать Лицевых Петель Просто Вверх Вяжем И потом Уже Делаем Первое Переплетение Чуть Такого Здесь Воздуха Даем И чтобы Здесь Все Не сжалось Вот Поэтому Здесь Уже Ваша Фантазия Которая Позволит Вам Регулировать Плотность Косы Там Где Она Будет Переплетена Может Вы Вообще Хотите Другую Косу Без Проблем Она Может Состоять Из Десяти Лицевых Петель Косы Может Вообще Не Быть Если Она Состоит Из Десяти Лицевых Петель То Конечно Это Скорее Всего Двойная Коса Которая Собственно Только Из Этого Действия И состоит Когда Мы С вами Просто Перекидываем Вяжем Снова Ту же Сторону Перекидываем Вяжем И Она Будет Вот Как бы Вот Такая Вот Эта Часть Только У нас Будет Вот Тут Уже Ваша Фантазия Играет Вот Ну В общем Встретимся С вами Через Пять Рядов Итак Мы С вами Подошли К Моменту Когда Мы Должны Сделать Следующий Перехлест То есть Провязали Пять Этих Рядов И Теперь Конечно Мы Просто Навросто Довязываем До Этой Косички Кстати Всегда Конечно Поставьте Маркер Или Запомните Положение Ваших Спиц Чтобы Понимать Где У вас Начало Ряда У меня Начало Ряда В положении Когда Я Вижу Вот Так Ворот То Есть Он Не Снизу Когда Я Переворачиваю Спицы А Вот Так Но Чтобы Все Это Не Мудрить Вы Можете Просто Вот Сюда Поставить Маркер И Тогда Вы Будете Понимать Что Когда Вы Подошли Вот Этот Круг И Закончили Здесь Значит Ряд Ваш Провязан Я Также Поставила Маркеры Обозначающие Начало Моего Узора Мне Это Удобно И Собственно Теперь Мы Начинаем Наше Второе Переплетение Для Этого Как Вы Помните Мы Сначала Брали Первые Пять Петель И Перед Работой Их Переносили Сейчас Мы Не Трогая Эти Петли Просто Их Провязываем Вот Я Просто Провязала Первые Пять Петель А Вот Теперь Я Беру Нашу Дополнительную Спицу И За Работой Снимаю Следующие Петли Петель То Если Я Делала Это Здесь То Теперь Я Делаю Это Сзади Сзади Вот Этой Спицы Раз Два Три Четыре Пять Сняли Петли Вот Они Оказались За Работой Не Там А Вот Здесь Вот Они Сзади У нас Эта Спица Болтается И Не Обращая На Нее Внимание Мы Провязываем Следующие Пять Петель И Теперь Провязываем Петли С Этой Спицы Нам Их Надо Чуть Чуть Удобно Расположить Вот Так И Просто Провязываем Для Удобства Вы Можете Еще Их Вернуть На Нашу Спицу Где Осталась Одна Изнаночная Петелька Вот Мы Сделали С вами Следующее Переплетение Вот Это Назад Вот То есть Сначала У нас Было Переплетение Вперед Потом Назад И Вот Она У нас Вот Так Вот Идет Вот Собственно И Все Я Планирую Делать Широкие Рукава Не Знаю Хочу Ли я Убавки Или Нет Убавки Если Будут То По всей Вероятности Я Где Нибудь Здесь Спрячу Но Не Факт Мне Пока Нравится Что Они Вот Так Большие И Я Хочу Их Сделать Длинными Чтоб Торчали Кончики Пальцев Только То есть Это Свитер Такой Свитер Плед Короче Папин Свитер Как Собственно Я его Вначале И назвала Ну Вот И Все Мы Теперь Вяжем В длину И Увидимся С вами На завершении Наших Рукавов Ну Что Я Связала В длину И Убавки Не Стала Делать Мне Нравится Это Ширина Рукава Большая Такая Уютная Все Соответствует Нашему Названию Итак Что У нас По длине Я Конечно Рекомендую Вам Мерить Точно Так же На Мэнджи Клуб Можно Померить Сдвинув Эти Рукава Вот так К боку Вот у нас Рукав К боку Сдвигаете И Просовываете Руки Прям Полностью Одевая Свитер Естественно Делайте Это Аккуратно Чтобы здесь Не слетело Все С петель Со спиц Вот Но В целом Мне стало Понятно Длина Рукава Именно Примеркой Так же У меня Длина Рукава Практически Равна Длине Нашего Тела Вот Вот как раз На эту Длину Мне хочется Связать Резинку Но Вы потому Видите Что у меня Рукава Очень Длинная И мне Этого Эффекта Очень И хотелось Добиться И так Когда Я Понимаю Что пора Мне вязать Резинку Вот Кстати У нас Сформированный Узор Очень Красиво Он Смотрится Все Без ошибок Здесь сделано Вот Две Наши Косички Я надеюсь Что у вас Тоже Все Это Получилось Мы Должны В последнем Ряду Нашего Узора Сделать Убавку Если мы Ее не Сделаем То Когда мы Перейдем К резинке Которая По идее Должна Чуть Чуть Сужать Наш Рукав То у нас Этого Не произойдет Потому что Вот здесь Как вы Помните Я говорила Что на Эти 5 Петель У нас Постоянно Эти 15 Петель Уменьшаются За счет Этого Перехлеста Поэтому Мы Сейчас Делаем С вами Перехлест Наш Последний Я Снимаю Первые 5 У меня На Перехлесте Вот так Вперед Закончилось Первые 5 Спиц И Вот здесь Сейчас Я сделаю Убавку Она будет Практически Незаметной Потому что Будет За Этими Петлями Нам Нужно Наши 5 Петель Мы Сделаем Чуть По-другому Мы Делаем 2 Петли Вместе Вот Сейчас По идее Нам Просто Нужно 5 Петель Провязать А Мы Провязываем 2 Петли Вместе То есть Не Одну А Две Спицы Перекрывает Но Я сейчас Вот так Сделаю Из 2 Я Провязала Петель Одну Снова 2 Петли Вместе И По идее Остается Одна Но Мы Снова Провяжем Еще 2 Петли Вместе Таким Образом Мы Совершили 3 Убавки Сейчас У нас Как бы Колосок Вот этот Который Ушел Назад Состоит Из 3 Петель Ой Не теряем Теперь Мы Провязываем Здесь И точно Так же Мы Провязываем 2 Вместе 2 Вместе И Одна И Вот Мы С Вами Сократили Примерно На Нужное Нам Количество Петель В следующем Ряду Так как У нас Резинка Будет Начинаться У нас Не будет Заметен Вот Этот Переход Здесь Здесь Просто Вяжем По Рисунку И Точно Так же Мы Делаем С Косичкой С другой Стороны И На Других Рукавах Еще Такой Момент Когда Мы Будем Переходить На Резинку А Я Это Буду Делать Собственно Вот Сейчас Провяжу И Сразу Буду Переходить Меняя Спицы На Более Мелкие Ну Размера На 2 Наверное Меньше То Вот Здесь Где У нас Резинка Будет 2 на 2 Вот Когда Мы Подойдем К Этому Моменту Естественно Хочется Чтобы Здесь Были Две Изнаночные Так же Чтобы Не Было Переключения Здесь Если Вдруг У вас Одна Петелька Какая-то Лишняя Или Одну Надо Добрать Доберите Ее Вот Здесь Чтобы По итогу Прийти К Изнаночным То есть Вы Начинаете Вязать 2 Лицевые 2 Изнаночные 2 Изнаночные 2 Изнаночные 2 Изнаночные 2 Изнаночные 2 Изнаночные 2 Лицевые У меня Видите Получается Но Если бы Здесь Оставались 3 Лицевые Я бы Сделала Например Одну Убавку Вот Я про Это Говорю И Также Дальше На этих Изнаночных Петельках Пусть Они У вас И Остаются Изнаночными Ну И все Мы Вяжем Резинку И Закрываем Обычным Закрытием Я буду Закрывать И Нам Останется Прятать Хвостики И Делать Стирку Вот Что У нас Получилось У меня Кстати Замечательно После Моих Убавок Которые Я вам Показывала Вот Здесь На Этих Косах Видите Они Совершенно Незаметные У меня Замечательно Здесь Все Сложились Мои Резины Ну Вот Эти Чередования Лицевых И Изнаночных Как Я Вошла Сюда В Изнаночную Так За счет Этих Убавок У меня Вот Все Абсолютно Видите Нет Никаких Переходов Не Очень Красивых Хотя На Такой Пряжи Они Не Очень Были Заметны Конечно Переходя На Резинку Я Поменяла Спицы На Более Маленькие Я Взяла 3 25 Если У вас Нет Таких Четвертинок 25 Берите Просто Например Тройку Или Три С Половиной Так Как Вязали Полотно Основное На Четыре Сейчас Мы Закрываем Рукав Я Это Делаю Самым Простым Способом Только Разверну Тут В нужном Направлении Мои Петли Вот Так Мы Провязываем Две И Возвращаем Петлю Обратно Провязываем Их Вместе Возвращаем Петлю Обратно Точно Так Ж Я Закрывала Ворот И Это То Закрытие Про Которое Я Говорила Что Оно Совершенно Не Эластичное Так И Есть Поэтому Закрываем Свободно Это Раз Во-вторых Важно Понимать Что Если У вас Какое-то Изделие С Узкими Рукавами С Узким Воротом Это Закрытие Совершенно Не Подходит Нужно Закрывать Иглой В Случае С Воротом Я Я Возможно Даже Перезакрыла Потом Иглой Но Сейчас Меня Все Устраивает Главное Что Проходит Голова Но Мне Не Нравится В Вязаных Изделиях Вот Эта Вот Замкнутость Я Считаю Что Вязаное Изделие Оно Трикотажное Любое Изделие Оно Должно Быть Эластичное Податливое И Вот Эти Вот Какие-то Супер Тугие Швы Они Ну Не Являются Лучшим Компаньоном Для Такой Пряжи Как Такого Материала Как Пряжа Как Трикотаж Вот Собственно И все Мы Закрываем И Когда Я Закрою Я Буду Прятать Нитки Я Думаю Что Это Вы Все Знаете Как Делать Мы Прячем Нитки Плюс Потом Я Это Брошу В Стиральную Машину Безбожно И Постираю На Режиме Шерсть Я Так Делаю Всегда С Средством Эуколар Такое У меня Средство Которое Мне Очень Нравится Им Можно Стирать И Вручную И Можно В стиральной Машине Вот Она У меня Также Отжимает Сушилки У меня Нет И Я Просто Потом Развешиваю Разложив На Сушильную Доску Ну Обычную Вот эту Железную Сушилку Я Раскладываю Сверху Полотенце На полотенце Кладу Уже Постиранную Вещь И В разложенном Виде Она у меня Сохнет Ну И все Я надеюсь Что вам все Было понятно Добро пожаловать Ко мне На сайт За Другими Мастер Классами Буду рада Вас там Видеть Пока Добро пожаловать Добро пожаловать Добро пожаловать Добро пожаловать Добро пожаловать